он нанял всех слепых и глухих евреев берлина выпускать щетки для обуви и много лет спасал еврейские семьи от верной смерти в концлагерях меня зовут лена музык и герой нашего выпуска от твайт будучи анархистом и пацифистом ненавидел нацистов и решил стать частью сопротивления его работниками были в основном слепые и глухие евреи на протяжении всей войны он использовал всевозможные средства чтобы защищать их когда члены гестапо пришли за его сотрудниками он подкупил их дорогим шампанским сигарами и парфюмерии которые он приобретал за деньги на черном рынке после очередной проверки вайт устраивал за душевные вечера чтобы на какое-то время заставить забыть про беды и горести сегодня на месте фабрики в центре берлина находится музей мастерская слепых от твой там мемориальная табличка гласит в этом доме располагалась фабрика слепых от твой то на ней с 1940 по 1945 годы работали слепые и глухонемые евреи вайт посвятил всю свою жизнь тому чтобы защитить их от верной смерти многие из тех кто смог пережить войну в берлине обязаны ему этим от твой от родился на северо-востоке германии его отец был мастером по обивке мебели этим же занимался вскоре и от то он ремонтировал и продавал мебель после он переехал в берлин и расширил свое дело небольшой мастерской правда неудачная женитьба привела к разделу имущества и продажи бизнеса к тому же у отто стало ухудшаться зрением решив в связи с этим освоить более тактильное ремесло он занялся изготовлением обувных и одежных щеток это было предусмотрительно уже через несколько лет вайт с трудом мог различать очертания предметов к тому моменту его ремесленная лавочка превратилась хоть и в небольшую но все же фабрику с началу второй мировой войны ей присвоили статус важного для обороны предприятия ведь в армии тем более немецкой сапоги должны были блестеть к слову проблемы со зрением у отто начались прямо после прихода к власти нацистов все было прописано в медицинских документах и никогда не вызывало сомнений но как отмечали многие то что надо было увидеть он видел всегда примерно похожая история была и с его глухотой ее обнаружили прямо на пороге первой мировой войны причина ушная инфекция отто тут же освободили от призыва в армию как предполагали многие глухоту он симулировал так как был убежденным пацифистом затем стал и слепым антифашистом как-то само собой вышло что вокруг него было много евреев может потому что поначалу переехав из берлина никто не знал расширяя круг общения он примкнул к рабочему движению внутри которого было много евреев как только в германии вступили в силу расовые законы отто стал набирать штат своей фабрики исключительно евреев адрес его мастерской передавали из рук в руки это был островок для самых слабо защищенных евреев слепых и глухих евреев те годы в германии уже не имели права самостоятельно устраиваться на работу они состояли на специальной еврейской бирже и ждали распределения на самые низкооплачиваемые позиции штат фабрики вайт был раздут в три раза отто подкупал начальника биржи получал квоту на большее число сотрудников чем требовалось для нужд фабрики почти все рабочие были бывшими постояльцами еврейского приюта для слепых разгромленного нацистами на фабрике вайта эти евреи не просто нашли приют они погрузились почти домашнюю атмосферу и вновь стали надеяться на лучшее отто бился за их благополучие каждый день сорок втором когда начались массовые депортации евреев из берлина к мастерской отто подъехал полицейский фургон всех работников загнали в него и увезли на сборный пункт для отправки в концлагеря весь день вайт отбивал пороги гестаповского начальства не скрывая ярости правда гнев свой он объяснял стратегической важностью своего производства ну и подкреплял доводы щедрыми дарами не удовлетворившись обещанием выпустить работников в ближайшее время вайт отстоял у сборного пункта долгую зимнюю ночь пока все его евреи не вышли за ворота они до последнего не верили в свое спасение пока не услышали голос отто и взявшись за руки друг за другом пошли ведомым им сквозь пургу к мастерской ну и конечно не все истории заканчивались так безоблачно открыто отто мог держать на производстве лишь евреев инвалидов ну не членов их семей их он либо размещал в потайной комнате на фабрике либо пристраивал в скромные квартиры снабжая поддельными паспортами кстати сорок втором отто встретился сыном от первого брака прибывшим на побывку из армии хотел попросить его помочь доставить документы погибших солдат которые были бы крайне полезными для сокрытия евреев это было их последняя встреча услышав от сына слова поддержки гитлера в том числе касательно еврейского вопроса вайт прекратил с ним всякое общение отто вайт после войны вложил все свое состояние в строительство сиротского приюта и дома для престарелых в районе нидершанхаузен одним из первых германии он заявил об ответственности каждого считавшего себя чистокровным арийцам за миллионы погибших евреев истерзанных и сожженных концлагерях вайт умер в 1947 году в сентябре 71 года музей холокоста яд вашем признал его праведником народов мира но до начала 90 в германии о нем почти не знали после разделения берлин и стену его фабрика как и многие архивы находилась на восточной стороне где вайта несмотря на многочисленные показания свидетелей героем не воспринимали это все на сегодня с вами была лена музык подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся ровно через неделю